Всем привет! Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. С вами Павел Лосенков. И сейчас я хочу обсудить матч Вашингтон-Филадельфия. Блокбастер в НХЛ нас ждет. Но в первую очередь я вам хочу сказать, что на канале РБ Хоккей есть много классного, интересного хоккейного контента. Есть передача «Отдел хоккея», где мы обсуждаем горячие хоккейные темы. Есть исторические выпуски, посмотрите, найдете что-то интересное для себя, в том числе про Александра Овечкина мы записываем. И есть, конечно, много разобразных прогнозов на НХЛ, КХЛ и в декабре будем даже обсуждать сборную России. Так что смотрите эти прогнозы. Но сейчас обсудим НХЛ. Вашингтон играет дома с Филадельфией. Вообще эти две команды находятся на таком спаде, причем я не сказал бы, что это именно запланированный спад. Просто у них есть очень много проблем по ходу этого сезона. Филадельфия – это команда, которая находится в стадии сборки. Там большая перестройка идет. Пришел новый главный тренер Джон Торторелло. И в последних семи матчах Филадельфия проиграла семь раз, при этом пропустив 33 шайбы. Оборона там абсолютно дырявая. Я не завидую Ивану Проворову, который будет иметь, наверное, плохую статистику в этом сезоне. Но Филадельфия работает на перспективу. Джон Торторелло пытается выковать из нее что-то вроде нового Коламбуса. Но Коламбус отличался как раз надежной игрой в обороне. Так что сейчас в Филадельфии явно этим не отличается. Вашингтон проиграл 8 раз в последних 10 матчах. Команда подвержена очень большому количеству травм. Там все переломанные лидеры. Кузнецов Евгений даже давал интервью. Недавно сказал, у нас 8 игроков. Выбыл из них 7 – это лидеры, которые получали много игрового времени. Так что можно представить, что происходит с Вашингтоном. Бывают неожиданные всплески у Кэпиталса. Например, они обыграли дома Эдмонтон 5-4. Это было красиво. Против Конора Макдэвида играли. И победили там по 5-1. Это тоже было достаточно сенсационно. Такого никто не ждал. Они вынесли трижды финалисты последних лет. И в два раза Кубок Стейн набрали там, если вы забыли. В целом, Овечкин, Александр, набрав последних шести матчей, забил только один гол. Мы ждем от него большего. И мне кажется, именно сейчас против дырявой обороны Филадельфии Сашу должно прорвать. Домашний матч против летчиков. Я бы здесь предсказал, во-первых, тотал больше 5,5. Мне кажется, будет много шайб. Просто потому, что команды вряд ли смогут очень надежно сыграть в обороне. И я жду, что Вашингтон все-таки выиграет. Потому что не такая уж эта плохая команда. Есть хорошая связка. Овечкин, Кузнецов. Есть защитник Джон Карлсон, который прекрасен в большинстве. Дубль сделан так давно. И я бы здесь все-таки предсказал победу Вашингтона. При тотале больше 5,5. За это в сумме дают 2,5. Вот то, что я думаю об этом матче. Что думаете, вы пишите в комментариях. Давайте обсуждать. Александр Овечкин, кто думает, кто во что верит. Может быть, вы верите больше в Фрадельфию. Интересно. Пишите туда. Лайки, подписки и колокольчики. Жажда победы – вот что движет лучшими футболистами на чемпионате мира. Но среди победителей можешь оказаться и ты. Рейтинг букмекеров разыгрывает полмиллиона рублей. Угадай, какие две команды выйдут в плей-офф из каждой группы, а затем победителей каждой пары плей-офф. И получи за каждый правильный ответ шанс выиграть крупный денежный приз. Подробности по ссылке в описании. Залетай, оставляй свой прогноз и сделай просмотр чемпионата мира еще увлекательнее.